2025 год. Ключевое слово – санкции. Это тройка мечей и рысарь жезлов. Год будет не раз пытаться вырвать почву с под ваших ног. Все дело в том, что людям придется столкнуться с рядом трудностей, как бытового, так и финансового плана. На краю разорения и разочарования нередко в голову приходят мысли о собственной выгоде, поэтому ваше окружение будет пытаться удержаться на плаву, бросая вас в качестве временной опоры под ногами. В целом год проявят истинные намерения людей и их нравственный облик, поэтому будет казаться, что вы совершенно не знаете людей из вашего круга общения. Но, как вы понимаете, вы тоже можете кого-то разочаровать или предать, пытаясь спасти свое благополучие. Причина таких событий – Марс. 2025 год – это год Марса, который еще и находится в периоде Марса. Так период Марса будет длиться 9 лет – с 2025 года по 2033 год. Марс – период воинственный, но не всегда предвещает разрушение, скорее наоборот, укрепляет за счет резких и решительных шагов. К тому же Марс всегда указывает на завершение каких-то процессов, поэтому все задачи, которые вы не могли решить долгие годы, месяцы или недели, сейчас будут приходить к логическому концу весьма быстро. В таком периоде хорошо от чего-то избавляться, подводить итоги, взыскивать долги или вычищать ряды, привлекая к ответу. Именно по этой причине год будет перенасыщен плохими новостями о потере работы, разорении или закрытии кампаний, пройдении проверок по факту незаконных действий, причине к ответственности и даже о перестановках по социальной карьеры и политической лестнице. Числа дают лишь один совет – чистоплотность. Не бойтесь ничего, если вам ваши действия законны, санкции и покушения – главные тенденции года. Также год управляется домом Тельца, который очень любит деньги, а так как соединение Марса и Сатурна в Тельце всегда дает крутые и даже насильственные перемены в финансовой сфере, то будьте готовы к повышению налогов, процентов, комиссий, ставки по кредиту или аренде, увеличению стоимости сырья или продуктов питания. В целом жизнь станет резко дороже. Более того, очень высока вероятность внедрения новых финансовых платформ, проведения экспериментов, повышенного контроля за финансовыми операциями и прочим. При этом рынок валют и природных ресурсов будет подвергаться санкционным атакам и политическому давлению. Деньги будут использовать как инструмент влияния в самом неприкрытом виде. Стоит отметить, что тенденции годы коснутся не только сверхбогатых людей, но и тех, кому тяжело распределить зарплату на месяц. Это связано с тем, что числа будут оказывать влияние на все слои населения без исключения. Есть и позитивные тенденции. Они говорят о необходимости провести чистку, избрать другие варианты заработка, направить свои усилия на новые задачи, избавиться от убыточных проектов. Кому-то перемены придутся по вкусу, кто-то почувствует дискомфорт от бесконечной борьбы за защиту своих интересов. Но в целом год будет динамичным, ярким, требующим интеллектуальных побед. Чем быстрее вы поймете, что необходимо вставать на новые рельсы, отбрасывая все прежние достижения, тем легче и успешнее для вас сложится год. Год учит расставаться с прошлым и идти в ногу со времени. Впрочем, о времени. Его не будет, чтобы что-то обдумать, поэтому принимать решения сразу, пока горячо. На высшем уровне период предвещает резкие шаги и усиление политической и военной агрессии тех событий, которые начались недавно, с 2023 года. Однако ранее запущенный проект, именно с 2015 года, подведут свои окончательные итоги, фактически завершаться. Так в мире начнется распад устаревших союзов, которые изжили себя и острые конфликтные переходы в лоно новых союзников. Конечно, немаловарно отметить, что особое место в году будет занимать не только климат, но и революционное настроение населения стран, уставших от давления, не согласных с режимом, желающих очищения. Вот только сразу стоит сделать акцент на том, что речь не идет о очистках в правительстве. Скорее о желании вернуться к прежней, спокойной и традиционной жизни. Во всех странах запустится процесс очищения путем привлечения к ответственности тех людей, чиновников, корпораций и государственных структур, которые навязывали безнравственный образ жизни. Марс хоть и бог войны по общему представлению, но он еще и военный судья, прокурор и палач в одном лице. Любые злостные действия в этом году будут носить более разрушительный характер, чем раньше. Но, с другой стороны, и степень общественного внимания будет выше и осудительнее. Провокации в финансовом секторе, сырьевом или военном будут более жесткими и решительными, как последний шанс напугать соперника перед битвой. Однако, с другой стороны, крепче будут укрепляться силы союзников, наметивших в будущем единый курс. К тому же, к маю 2025 года все фигуры будут расставлены на доске, как войска ранним утром на поле боя. Будет ясна картина и даже результат будущих противостояний. Это даст еще раз задуматься о необходимости вступать в мировой конфликт. Также знаки говорят о рокировке, перестановке фигур на доске. Такое бывает, когда кто-то кому-то передает свои полномочия или лишается их в связи с тем, что достигнуты иные договоренности или наступили иные обстоятельства. Например, при введении военного положения полномочия одних политических фигур расширяются, а других резко сокращаются. Тенденции года также указывают на перекрытие существующих торгово-транспортных магистралей для стран, влияющих на мировой рынок. Провокации с ценами на природные ресурсы – новые ограничения, однако на этот раз санкции не станут сдерживающим фактором. Скорее, наоборот, спусковым механизмом. Многие страны начнут решать свои приграничные конфликты, локально проявляя силу. Ускорится процесс объединения по принципу империализма, возрождения некогда исторически влиятельных держав, что приведет к расколу в новоделах, такие как Евросоюз, ООН и НАТО. В решении хочу отметить, что не стоит бояться разрушительного веяния Марса. Представьте иную картину. Вы стоите перед чем-то, накрытым плотной тканью. Свет софитов, вспышки фотокамер вас уже начали беспокоить, но вы смотрите на то, как ткань начала резко спадать с укрытого объекта. Вы не знаете, что это, но совершенно не обязательно, что падение прежнего мироустройства принесет вам разочарование. Как правило, за тканью скрывается что-то революционно новое, преимущественное, полезное. Не бойтесь падения прежнего мироустройства, лучше потратьте усилия на принятие нового. Благодарим вас за просмотр данного видео. За более подробным описанием дня переходите на наш сайт albasar.ru. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова